Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас необычный обзор. Обзор заключается в вот таком вот интересном заварнике для чая. Наверное этот заварник меня заинтересовал просто своей формы. Не знаю, то ли тюлень, то ли морской котик, то ли морж. Этот заварник выполнен полностью из силикона. Он такой вот резиновый и имеет небольшой характерный запах. Этот запах причем остался даже после промытия ее в посудомоечной машине. Нижняя часть заварника полностью перфорированная. Это видно изнутри. Для приготовления я беру простой обычно рассыпчатый чай. Еще ни разу его не использовал, уже маленькие кусочки силикона вывалились прямо изнутри. Обратите внимание, что из него также еще высыпается и заварка. Значит наши дырочки здесь сделаны слишком крупные. Дорогие друзья, также хочу вас предупредить, что если это видео все-таки выйдет на нашем канале YouTube, значит я все еще остался жив. Люблю послаще. Эта чашка и так глубокая, а морж в нее, как сами видите, заходит не до самого конца. Хорошо, что чай здесь насыпано буквально чуть-чуть, только снизу. На камеру сразу было не очень видно, но впечатление, как будто этот морж просто обосрался в эту воду. А вот в чашке это дело смотрится очень симпатично. Благодаря форме силиконовых лапок этот морж очень четко держится на краю нашего стакана. Поэтому вы спокойно можете пить с другой стороны. После купания моржа в чае запах из него практически выветрился. А может он просто растворился в этом чае. Сами же чайники спокойно из него вытряхаются. Так же и промываются. Пока на силиконе нету разводов и потемнения от чая, но думаю в скором времени они точно появятся. А в голове силикона налили гораздо больше, поэтому она получилась такой жесткой, из-за нее гораздо проще хвататься. Чай как чай, каких-то дополнительных вкусов и странностей я пока в нем не заметил. Ну а если вам понравилась эта вот приблуда для чая, ставим пальцы вверх. И чтобы не пропустить наши новые видосы, подписываемся на канал. С вами был Кирилл и до скорых встреч. Пока-пока. А вот так у нас выглядят лампы. С правой стороны это вторая версия, где у нас использовались два мощных блока питания и куча светодиодов. Никакой автоматикой, генератор случайного нажатия. Вот я сейчас нажал, смотрите, кальмар, да? Это кто это? Пингвин, наверное. Опять овца. Ну овца-то уже была. Это что, член?